Премьера «Спартака» на сцене Большого театра состоялась 45 лет назад в один из весенних вечеров. Факт общеизвестный, но для нашей истории гораздо важнее факт, что наших героев тогда еще не было на этом свете. Но теперь именно они — «Спартак», «Крас» и «Фригия». Денис Розькин, Владислав Лантратов, Мария Виноградова. Для них этот спектакль родился именно сегодня и тоже в один из весенних вечеров. В Большом театре знает каждый. Через кордебалет «Спартака» проходят все юноши, принятые в труппу. Но далеко не все становятся «Спартаками» и «Красами». Когда я пришел в театр, это был первый балет, который здесь шел и который я увидел, когда я еще только изучили, чем пришел. И меня поставили здесь «Краса» выкатывать, то есть на фурке его катать. Затем через год меня поставили в кордебалет. Когда я делал какие-то движения, все кулисы, я просто не побоюсь этого слова, они просто смеялись на данный настрой. Это было смешно еще по-мальчишески. И вот вы знаете, какой-то такой нерв сыграл, что я должен доказать, что я не просто могу танцевать только классик. Я еще могу танцевать действительно серьезные мужские вещи. Я считаю, что этот спектакль, это был сегодня стопроцентное подтверждение. Технически балет «Спартак» очень сложный. Если не обладать достаточной физической силой, можно не выдержать. А если не хватает техники, пострадает и образ. Про эту партию танцоры, исполнявшие ее, говорят так. Представьте себе три часа жизни «Спартака». Самое сложное – это первый акт, потому что тут идет все подряд. Здесь вначале идет бой с гладиатором, потом идет монолог отчаяния. Сгораешь не только в ногах, ты еще сгораешь в руках, потому что силу еще нужно показывать и в руках, потому что, опять же, смысла не будет, потому что здесь все тело должно показывать тот или иной образ. Весной 1968 года критика писала, что «Спартак» в постановке Юрия Григоровича потряс основы основ балетного театра того времени. Это была третья версия балета на музыку Арама Хачатуряна на сцене Большого. Две первые, созданные Моисеевым и Якобсоном, имели недолгую сценическую жизнь. А балет Григоровича стал настоящим прорывом. Его «Спартак» разрушил все прежние стереотипы и перевернул представление о героико-романтическом жанре. На премьере «Спартака» предводителя восставших рабов танцевал Владимир Васильев. И вскоре свою версию предложил Михаил Лавровский. Я от каждого исполнителя беру свое. От Владимира Васильева, чем он считается одним из лучших «Спартаков», тем, что он умный «Спартак». Есть такие «Спартаки», которые просто берут физической силой. У Васильева не было какой-то сумасшедшей физической силы, но он был настолько умен, духовно и физически умен, что этот спектакль у него очень органично лег. От Михаила Лавровского я, наверное, беру вот этот темперамент, да, он же как бы, у него мама была грузинка, да, и, соответственно, в крови у него что-то такое от мамы, видимо, осталось. Антагонист «Спартака» – римский полководец «Крас». Жестокий и коварный «Крас» – таков он и в истории Древнего Рима, и в этом балете. И только индивидуальности исполнителей добавляют нюансы к образу. «Крас» Мариса Лиепы – сегодня уже легенда отечественного балета. За 14 лет, которые Лиепа танцевал «Краса» на сцене Большого, он сразился со всеми «Спартаками» Большого театра. И, как писала критика, ни один из последующих исполнителей не смог даже приблизиться к уровню «Мариса Лиепы». «Партия «Краса» – это всегда вызов, и это неизбежное сопоставление». Сегодня этот вызов принял Владислав Лантратов. Я пытался искать что-то свое, что могло бы мне подойти. Ну, я как-то с каждой ролью пытаюсь это делать, потому что мне интересно то, что было, то, что было изначально с тем же Лиепой, как это было поставлено. «Крас» для Владислава Лантратова – это уже второй исторический персонаж после созданного им Ивана Грозного, про которого сам артист говорит, что приходится ломать свою лирическую природу, идеально подходящую для создания образов принцев. Он ищет славы, он очень смел и дерзок. Во мне таких качеств нет, но мне интересно это открывать в себе. Самое удивительное то, что и в Грозном отметили то, что выделился. И я надеюсь, что в «Красе» будет тоже интересный отзыв. А когда, я думаю, людей ломают, от них этого не ожидают, и получается такой эффект то, что, однако, может. Есть еще один нюанс. «Крас» – зрелый человек, сложившаяся личность, а Владислав еще очень молод. И это не мог не учитывать балетмистер-репетитор Александр Ветров, который в свое время танцевал «Краса», а теперь готовил эту роль вместе с Владиславом. «Крас» есть «Крас», как говорится, он римлянин. Но вопрос, какой римлянин? Это мы постараемся делать такого молодого, очень амбициозного, слегка нервного, порочного немножко, но слегка, да, такого молодого человека, продукта своего времени, можно так сказать, патриции, который понимает, что такое кровь голубая, понимает то дело, которое ему поручили. Молодой, юное дарование полководец. Вот он, молодое, юное дарование, полководец, новый «Крас» Большого театра. Я просто счастлив, все. Я опустошен, ничего у меня не осталось, просто какое-то удовлетворение и счастье осталось. Единственное, что. В мужском, как его справедливо называют, балете «Спартак» есть и женские партии. И теперь в Большом новая фригия, возлюбленная «Спартака», невольница «Краса» Мария Виноградова. И ей приходится отбирать для этой роли лучшее, что уже придумано для фригии ее выдающимися предшественницами Екатериной Максимовой, Натальей Бессмертновой и Ниной Семизоровой, которая помогала Маше в работе над ролью. Маша была мне очень убедительная, она очень трогательная, выразительная танцовщица. И, по-моему, как балерина, она сегодня доказала, что она не только партия техническая для нее, партия, она еще актерски очень интересно сделала эту роль фригия. Я очень за нее рада. Пока я не понимаю вообще, что происходит, если честно. Я даже не знаю, рада ли я, что это все закончилось или не очень. «Спартак», «Крас», «Фригия» теперь не только имеют внешность Дениса Родькина, Владислава Ландратова, Марии Виноградовой. Про сценических героев, созданных актерами, всегда говорят, они живут сегодня и сейчас. Они такие, какие и мы. В современном «Спартаке» эмоции зашкаливали и разрушительные, и сексуальные, и свободолюбимые. Энергия молодости, которую вбросило новое поколение в легендарный спектакль, не могла не выплеснуться за пределы рамбы.